Привет, друзья! Друзья, нахожусь в отеле Монте-Карло, который находится в Шарм-эль-Шейхе на первой линии отель 5 звезд, поэтому в этом видео я вам покажу его обзор. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всей полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Территория отеля Монте-Карло, ребят, смотрите, какая просторная, зеленая, ребята, с красивыми клумбами, пальмами, деревьями, кустарничками. В общем, реально все очень выглядит живописно. Единственный отель, в котором я вижу автоматическую дверь, которая крутится и она работает. И вот, ребят, нереальных размеров холл отеля Монте-Карло. Смотрите, какой он большой. Значит, прямо у нас сразу со входа видно стоечку регистрации. То есть ресепшн, там где туристы регистрируют свое проживание, когда приезжают на отдых в этот отель. Справее чуть. У нас лобби-бар, тоже такой вот стильный, большой. Чай, кофе, алкогольные, безалкогольные напитки. Все есть на этом баре. И за лобби-баром у нас есть терраса на открытом воздухе, откуда мы можем посмотреть на территорию отеля. Итак, друзья, вот она, эта терраса. Так, давайте посмотрим, что у нас можно увидеть. В принципе, с этой террасы мы можем увидеть часть территории отеля. И имеем просто красивый такой вот вид на Красное море. Смотрите, какая просторная территория. Очень такая большая куча всяких различных пальм, деревьев, значит, цветов, газонов. И, в принципе, на первый взгляд выглядит все ухоженно. Ну, мы пройдемся немножко по территории. Постараюсь вам что-то показать по номеру. И в конце расскажу вам свое мнение по данному отелю. В общем, пойдемте, пройдемся. И сразу предлагаю разобраться с расположением этого отеля. Значит, находится Монте-Карло в районе Хадабы, примерно в 20 километрах от аэропорта. Да, это небольшое расстояние, но, тем не менее, трансфер, групповой трансфер, будет составлять примерно час-полтора плюс-минус. За территорией отеля примерно в 10 минутах находится торгово-развлекательный комплекс Иль Мерката. Так что выйти есть куда. А вот до старого города аж 4 километра. Но на такси это выйдет копейки. Так, ребят, показываю вам номер. Deluxe View. Имеем вот такие две кровати в номере. Слева вот такой огроменный телевизор. Есть кресло. Дальше. Большая просторная терраса, ну как балкон. И вот наш вид из номера, ребят. Территория отеля и в конце Красное море. Так, в номере у нас есть чайный набор. И вот у нас санузел. Смотрите, какой большой. Слева ванная с душем. Дальше умывальник. Косметика. Туалет, смотрите, с отдельной дверкой. И даже отдельная душевая кабинка. Все чистенько. Дальше вкратце рассказываю вам самые главные моменты, которые, как правило, интересуют туристов. Начну с интернета. Тут он только платный. Один день 3 евро. Семь дней 12 евро. Анимация стандартная египетская. Днем различного рода мероприятия спортивного характера. Акваэробика, йога, игры, зарядка. Вечером скромные шоу, типа мистер, миссис отель. Есть детский клуб, скромный, но сойдет. Концепция ультра включает в себя посещение 4-х а-ля-карт ресторанов без ограничений. И скайбар 24 часа в сутки, только с местным алкоголем. Все остальное стандартно. Согласно концепции отеля. Дальше разбираемся с пляжем. Значит, вход в море есть только с понтона. Понтон пластиковый, длина примерно около 65 метров. Есть поручни, так что если есть небольшая волна, то более-менее можно зайти нормально по понтону. Глубина с понтона примерно около 14 метров. Так нам говорил представитель отеля. Так что тоже учитывайте обязательно эту информацию. Кроме этого, у отеля есть три небольшие лагуны, где можно зайти в море с берега. Но глубина этих лагун максимум по колено. В общем, это так. Для маленьких деток, там 4-5-6 лет максимум, наверное, может быть будет интересно. Детям постарше, скорее всего, это будет неинтересно. То есть, еще раз акцентирую внимание, что это не полноценный заход с берега. Это всего лишь маленькие лагуны, где глубина по колено. И до глубины вы с этих лагун не дойдете, потому что буквально там 10-15 метров и начинается коралловый риф. Что касается подводного мира. Естественно, коралловый риф здесь присутствует. Он есть живой. Я не могу сказать, что он тут самый интересный. Тем более, что я тут просто не плавал. Но, со слов моих туристов, в принципе, все их устраивало. Естественно, тут, конечно, вы увидите стандартные рыбки. То есть, это хирурги, антаисы, абудептуфи, попугаи. В общем, все это тут можно увидеть. Да, есть домашние рифы лучше, но это Хадаба. И для Хадабы это вполне хороший домашний риф. Что касается самого пляжа, то он тут просторный, местами каскадный. В общем, для туристов, которые любят пространство, пляж подойдет. Что касается ветренности в зимний период. Хадаба не является самым теплым местом в Шарм-эль-Шейхе. Тем более, что, условно говоря, она находится на мысе, который выступает за пределы бухты. Ну и критических порывов ветра, таких как в бухте Набк, тут тоже нечасто можно встретить. В общем, с ветром тут как повезет. На крайний случай можно пойти к бассейну, там будет поуютнее. А теперь основные отличия Royal Monte Carlo от обычного Monte Carlo. Первое, это отдельный ресторан Club Lounge, где проходит завтрак и обед. Второе, бесплатный Wi-Fi по всей территории, в том числе и в номере. Третье, это отдельная зона на пляже. Четвертое, это одна прачечная на протяжении всего отдыха. Пятое, аж 7 а-ля картов бесплатно. Шестое, бесплатный трансфер аэропорт-отель-аэропорт. Седьмое, разница в стоимости примерно в 300-500 долларов на неделе отдыха. Так, ребят, показываю Royal Club Room. Так, это у нас санузел. Смотрите, слева отдельная душевая кабина. Справа большая ванная. Прямо у нас умывальник, косметика. И туалет с отдельной дверкой. Так, вот наш сам номер, ребят. Смотрите, огромнейшая кровать. Все стильно так выглядит. Есть кушетка небольшая. Пару кресел, стол. Справа у нас плазма. Показываю вид из номера. И балкон. На балконе у нас два деревянных стула. Столик. И вид, ребят, на море. Смотрите, как здесь классно. Кстати, вот это вот внизу находится большой подогреваемый бассейн в зимнее время. Но подогревается этот бассейн не весь, а только одна секция. И давайте сразу разберем вопрос аквапарка. Почему аквапарка? Потому что у некоторых туроператоров этот отель называется Монте-Карло Шарм Резорт Энд СПА Аквапарк. Это все один отель, в противоположной части которого находится еще один бассейн, в котором есть вот такие небольшие три горки. Кстати, этот бассейн с горками не подогревается. В общем, вот такой вот аквапарк, друзья, чтобы у вас не было никаких иллюзий по этому вопросу. Так, вот, друзья, у нас ресторан главный. Смотрите, в принципе, ну вот мебель уже в таком как бы несвежем состоянии. Но не сильно это все критически как бы. Главное, чтобы питание было в порядке. И за окошком, надеюсь, вам видно, это закрытая часть ресторана. Просторный ресторан. В принципе, сервировка, подача еды. Мне нравится. Смотрите, как оно все здесь вот хорошо так устроено, ребят, не знаю. Не раскидывается, все в одном месте. Ну что, ребят, показал я вам территорию, показал вам номера. В принципе, просторная территория. Кое-что нужно обновлять. Нужно кое-где, наверное, уже бы менять мебель, так как она устарела, но в более-менее нормальном состоянии. Здесь приятно находиться. На этой большой просторной территории. Лично мне все понравилось. С виду ресторан тоже хороший. Во всяком случае, лично у моих туристов вопросов никогда не возникало. ни по питанию, ни по отелю. Но, от коллег я слышал, различные версии каких-то неприятных там ситуаций. Но, опять, как бы, сложно сказать, насколько это все реально выглядело, каким образом это все происходило. Лично еще раз говорю, у моих туристов был всегда порядок. Все возвращались довольные с отдыха с отеля Монте-Карло. В общем, ребята, надеюсь, вам это видео полезно. Вы увидели, как выглядит отель, и как выглядит территория, и как выглядит номер в отеле Монте-Карло. Если вы уже отдыхали в этом отеле, внизу, под этим видео, напишите, пожалуйста, в комментариях ваш отзыв к отелю Монте-Карло. Когда вы отдыхали летом, зимой, весной, осенью, что вам понравилось, что вам не понравилось. Напишите это все в комментариях, я обязательно почитаю. Если есть вопросы, задавайте. Постараюсь вам дать ответы тоже в комментариях под этим видео. В общем, подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Смотрите эти видео, и тогда все ваши путешествия будут только с положительными впечатлениями. До новых встреч. Пока-пока.